Социальная справедливость и экономический рост. Сегодня на Русском экономическом форуме прошло одно из главных заседаний. Эксперты обсудили стратегию опережающего развития России. Какие предложения озвучили специалисты, узнал наш корреспондент Дмитрий Бачко. Самый главный приоритет это, конечно, люди, наши граждане, народосбережение, решение демографической задачи. Здесь ключевые направления – это рост продолжительности жизни, точнее, рост продолжительности здоровой жизни. Благосостояние людей – ключевой вопрос для развития страны в целом. Именно поэтому необходимо делать ставку на росте зарплат и социальных пособий. В этом случае экономика будет работать. Самое главное – в условиях внешнего давления мы максимально консолидировались и сосредоточились. Учимся эффективно использовать внутренние ресурсы. Это наши возможности. Многое из того, что раньше закупались за рубежом, производим в России, реализуем свои экономические планы, планы социального развития. И ничего не отказались. Вопросы развития страны сегодня обсудили федеральные эксперты. На пленарном заседании Русского экономического форума оценили сегодняшнее состояние экономики. Несмотря на современные ограничения, предприятия страны совершенствуются. А на смену импортозамещения, например, пришло импортоопережение. То, что касается Уральского федерального округа, у нас 2 триллиона инвестиций на данный момент. И это полностью совпадает цифра с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что несмотря на все вызовы, внешние, внутренние вызовы, бизнес продолжает инвестировать. При этом нужно отметить, что 70% это собственные средства предприятия. Чтобы развитие страны продолжалось, необходимо сделать ставку и на совершенствование производительности труда. Именно поэтому в регионе запускается производство роботов. За год будут выпускать 600 таких ноу-хау. Первая партия пойдет именно на южноуральские предприятия. И регионы, и, конечно, правительство, и госсовет активно участвуем в этих процессах. И одна из задач нашего форума заключалась в том, чтобы наработать идеи и предложения, которые в том числе будут рассматриваться в рамках всех инициатив. И дальше те из них, которые будут приниматься, будут воплощаться в жизнь. Завтра обсуждение экономических и социальных вопросов на русском экономическом форуме продолжится. Алексей Текслер предложил сделать это мероприятие традиционным для Южного Урала и проводить раз в год. Дмитрий Бачко, Андрей Грещук, 31 канал.